День народного единства День народного единства И, как показано последними исследованиями, сам Кузьма Минин родился в Нижнем Новгороде. И вот та, да, вижу недоумение в ваших глазах, наверное, потому что последнее время и последние годы, с 90-х годов, я бы даже так сказал, Балахна себя позиционирует как родина Кузьмы Минина. И это недоумение понятно. Но уже где-то, наверное, лет 12 назад пошло разрушение, историческое, исследовательское разрушение этой версии. Хотя Балахна уже состоялась как родина Минина, и там стоит памятник Кузьме Минину, который до 89-го года возвышался на одноименной площади города Горького, а потом уже и Нижнего Новгорода. Так вот, именно лет 12 назад началось более подробное исследование вот этой Балахнинской версии. Она была подвергнута сначала сомнению, поскольку многие вещи не совпадали, а затем появились аргументы, которые полностью разрушили вот эту Балахнинскую версию. И сейчас мы с полной уверенностью, опираясь на профессиональные исследования историков, должны говорить, что Кузьма Минин – это уроженец Нижнего Новгорода. И какие памятники с этим связаны? Ну, и, как я уже сказал, вся историко-культурная среда старого Нижнего Новгорода, а еще уже той части Нижегородского района, которая отсекается, наверное, улицей Белинского. Улицей Белинского плюс это Канавинская слобода, ближе к Стрелке. Вот эта часть Нижнего Новгорода непосредственно связана с Кузьмой Мининым. С Кузьмой Мининым и, собственно говоря, Нижегородским ополчением. Сам Кузьма Минин достаточно примечательная фигура, поскольку историки его не знают до 1611 года, до его призыва. Вот он появился как бы из глубины народной жизни и вот этой стихии народной истории. Потом в 1606 году он умер, совершил подвиг и ушел, появился из истории и ушел обратно в историю. И, соответственно, конечно, очень хочется обрести Кузьма Минина в Нижнем Новгороде. Очень хочется обрести его адрес. Хотя вот, если касается адреса, то уже после своего подвига ему был пожалован дом в Нижегородском Кремле. Где точно он стоял, мы сейчас сказать не можем, но сам Нижегородский Кремль, который сохранился с начала 16 века, это уже есть само место обитания, памяти о Кузьме Минине, да и не о Нижегородском ополчении. Если дальше мы говорим о Кузьме Минине и связи с Кремлем, то, как по общераспространенной версии, устоявшейся версии, Кузьма Минин был похоронен в Спасо-Преображенском соборе. В 1929 году в ходе атеистической борьбы и пропаганда Спасо-Преображенский собор был разрушен, сознательно разрушен, разобран, но, правда, останки Кузьмы Минина специально были изъяты. Была создана комиссия именно для того, чтобы изъять и сохранить останки Кузьмы Минина. На месте Спасо-Преображенского собора сейчас находится здание городской администрации частично, и плюс там свободная такая аудитория и место нахождения собора, оно выковечено памятной часовинкой, которая там стоит. А сами останки, они пролежали в запасниках Краеведческого музея до 1962 года. В 1962 году было 350-летие празднования подвига Нижегородского ополчения. Именно в связи с этим останки были перезахоронены в Михало-Архангельском соборе Нижегородского Кремля. Поэтому вот еще одно важное место памяти – это Михало-Архангельский собор, построенный в 30-е годы XVII века. И многие считают, многие исследователи, особенно исследователи архитектуры считают, что это своеобразный и памятник ополчению, и подвигу Нижегородского ополчения. Какие места стоит посетить людям, которые решили более глубоко изучить эту историю? Я думаю, что нужно посетить корпус Нижегородского художественного музея на Верхневолгской набережной. Памятник мирового культурного значения, всероссийского культурного значения. Самая большая картина, написанная на историческую тему в России, это картина Константина Егоровича Маковского в названии «Минина к нижегородцам», которая писалась более 20 лет и которая находится именно в здании Нижегородского художественного музея, и на которую последний русский император и царь Николай II специально выделял деньги, чтобы она была выкуплена художникой и помещена в Нижний Новгород. Картина со сложной судьбой, но она является жемчужиной достоянием Нижнего Новгорода. Константин Маковский оказался в тренде, как сейчас говорят, исторических исследований. Он сумел... Да, вот, наверное, помогла и художественная интуиция, и чутье Маковского. На тот момент он выявил в исторических исследованиях самые достоверные вещи. Самые достоверные вещи. А то, что Кузьма Минин должен был выступать у подножия Ивановской башни Нижегородского Кремля, если вы посетили художественный музей, то, конечно, потом можно сравнить и с башней, которая существует сейчас. Связано место выступления Минина еще и тем, что неподалеку, чуть вниз, ближе к Волге, располагалась земская изба. Потом находились здания городского самоуправления, которые посещал Петр I. Но если земская изба, а Минин был избран земским старостой, то, соответственно, он должен был где-то поблизости выступать. И вот по мере согласования косвенных данных разных источников, историки предположили вот это место как место выступления. Были и другие предположения. Что Минин выступал у Спаса Преображенского собора, что он мог выступать на Верхнем базаре, это нынешняя площадь Минина. Вот кто-то говорит, что было несколько выступлений, но, вероятно, самое первое выступление Минина, оно было у подножия Ивановской башни. Еще одно место памяти – это площадь Минина, которая, как площадь Минина, появилась в тяжелые годы войны. Когда Сталин впервые с трибун стал произносить, что наших воинов должны вдохновлять подвиги Минина и Пожарского наряду с другими историческими героями, именно тогда в городе Горьком произошло переименование площади Советской, именно тогда так бывшая Благовещенская называлась, площадь Минина. Вот так стихийно, методом исторических исследований, накладыванием художественной интуиции и просто каких-то общих представлений формировалось то пространство, связанное с местами памяти. Площадь Минина, Нижегородский Кремль и далее вниз от Кремля – Ивановская башня. Спасибо огромное, Андрей Александрович. Ну что ж, увидимся на туристических маршрутах, а ровно через секунду нас ждет календарь путешественника. Итак, календарь путешественника. В праздничные дни можно принять участие в исторических квестах с элементами экскурсии. Например, отправиться по следам Нижегородского ополчения. Или принять участие в игре «Максим Горький. Между двух времен». Или сыграть в историческую игру, посвященную Нижегородскому Кремлю «Тайны красных стен». Путешествуйте с удовольствием. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин